совершенно случайно я узнал что в интернете можно скачать исходники мода gothic онлайн ну естественно мне стало очень интересно посмотреть на этот исходный код вот сам проект тут есть работающие серваки на которых даже есть живые люди что весьма удивительно для такой игры по 26 игроков тут тут студент по три но это вообще безумие ссылки для скачивания нашел вот в этом репозитория тут есть ссылка на проект серверами есть ссылка для скачивания исходников 1 готика 2 готика и 3 готика но еще всякие клиентские файлы их не смотрел еще я нашел get lab gothic multiplayer teams проектами но тут открыты видимо не все проекты нет последних версий исходников сервера и клиента готики последней версии важны для меня потому что если посмотреть на код в этих проектах которые открыты сейчас то этот код все-таки получше по качеству чем то что я видел в тех архивах которые скачал ну например вот этот проект это какой-то local storage и в целом редми файл написаны для этого проекта достаточно хорошо структурированы уже похоже на что-то серьезно ну вот и не снески это проблемы с форматированием например вот это форматирование не очень красиво я считаю то есть не идеально но она уже хорошо сделано и хотелось бы именно увидеть последние версии клиента и сервера чтобы делать какой-то адекватный вывод почему я вообще говорю про ритме дело в том что мне гораздо проще представить хороший код с хорошей документации чем плохой код с хорошей документации и в принципе есть зависимость между уровнем программисты и тем как он документирует код вот например интересный код это какой-то стартер видимо это приложение которое занимается тем что находится список серверов и запускает готику онлайн с подключением к одному из серверов проблем в том что тут тоже скит но достаточно детские ошибки например строки передаются не по конст ссылки можно на это закрыть глаза если представить что-то небольшое приложение где по сути не нужно гонять терабайт из строк туда и обратно но все-таки есть вот совершенно отличайшая вещь centerquest вот этот if с побочными эффектами по сути дела мы сюда передаем какой-то из пакетов которые пытаются скатиться к определенному типу если ткаст прошел то мы отправляем пакет как какой-то пакет собственно это максимально странно собственно зачем использовать объектно-ориентированное программирование вообще если вот делается вот такая ересь момент отправки реквеста если можно писать одну строчку там send пакет пакет и отправить этот пакет и потом дождаться вот но это совершенно противоестественно очень странно но критиковать каждый город тут секция с парсингом аргументов командной строке принципе тут но неплохо то есть поиск вот инструмент для этого там есть другой файл исходников с арк парсом что-то еще есть интересного что-то пишется в реестр интересно ну ладно вот тоже интересная вещь тут явное дублирование кода непонятно ради чего она наверное можно было бы этого избежать вот один из проектов который я скачал это исходники клиента gothic онлайн как я понимаю нет кода самой gothic тут просто собирается клиентская библиотечка которая как раз организует функционал онлайн игры для gothic что интересно эта библиотека использует какой-то memory leap это штука которая нужна для того чтобы патчить исполняемые файлы на лету а то есть как она работает есть какие-то адреса для вызова функции в исполняемой файле gothic или библиотеку которые подключаются при запуске gothic и в этих исполняемых файлах есть адреса функций соответственно с помощью этого чит engine а мимо memory leap можно подменить вызовы функции gothic какими-то другими адресами и получается можно прицепиться к запущенной gothic то есть момент когда открывается инвентарь вызывать какую-то дополнительную функцию из библиотечки и так далее ну вот сам все client это файлы где как раз прописываются вот эти кубки мы тут видимо уже поставлены прямо адреса на конкретные байты в исполняемых файлах вот и получается что на каждый адрес нацепляется какой-то обработчик и можно связать gothic и вот этот gothic онлайн client пор кода можно начать как раз с этого memory leap его описал какой-то void и не знаю является вот этот void он входит в команду multiplayer gothic или не входит но можно посмотреть что тут происходит вот файл реализации видим интересный момент сразу то что тут есть какой-то глобальный указатель на memory leap он присваивается в конструкторе и присваивается к нулу в деструкторе в чем тут проблема проблема в том что конструктор у нас публичный и мы можем скоптировать больше одного экземпляра memory leap то есть в данном случае этот указатель будет перезаписываться несколько раз возможно и у него останется только последняя версия последний экземпляр но это странно непонятно ради чего это сделано так если мы хотим делать какой-то singleton например то мы можем сделать это другими средствами ну например вот тут берем и пишем вот instance и делаем статическую переменную еще то же самое имя делать поэтому вот так в чем тут проблема прям в том что вот эта статистическая переменная локальная она тоже как-то инициализируется и в многопоточной среде если у нас старая версия плюсов там до 11 старта если правильно помню статистические объекты с нетривиальными конструкторами не особенно потокобезопасны то есть эта проблема вот эта строчка может вызвать проблемы на старых версиях также мы берем и конструктор делаем приватным чтобы там никто не конструировал своими шоуливыми лапками ну и по хорошему надо еще уничтожить конструктор копирования либо просто вот тоже взять приватным синглутон мы сделали вот так это вполне нормальный вариант в данном случае еще мы можем все вот эти методы тоже статическими и просто внутри методов вести обращение к нашему синглутону в случае мы даже можем вот этот синглутон функцию обращения к ним тоже сделать приватный ну и вообще это спрятать слобом говоря потом то есть странные комментарии вот вроде этого то есть строчка например говорит что вот мы что-то присваиваем но это абсолютный бред потому что мы так это видим комментария либо должна отсутствовать либо должны говорить почему код это делает но не что именно делает код потому что если код поменяется то комментарий станет бесполезным сходу или насчет вводить в заблуждение можно было бы написать вполне что assignment is done because we want to emit a pointer to a symptom что-то такое то есть теперь мы понимаем зачем вообще происходит это присваивание потом в этом же файлике есть вот эта интересная функция inject и тут такая типичная проблема вот такая лесенка из условий и ретернов есть такой прием под названием early return ну или по-другому ранее выход из функции суть это прямо в том что мы берем и можно раньше возвращать вот если у нас есть такая функция которую можем взять вернуться мы берем возвращаемся сразу и потом просто не паримся то есть вот поставим что это условия не выполнилось мы его обращаем и делаем return сразу же все мы больше не паримся нам не нужно идти в конец метода чтобы увидеть что там еще больше не происходит дальше вот тут есть какая-то фигня связанная с файлом вот тоже обращаем условия если у нас не получается открыть файл то делаем вот так ради чего все это делается мы уменьшаем уровень вложенности и это нам позволяет проще работать с кодом ну и как из последнего условия тоже обращаем делаем return убираем скобочки уменьшаем уровень вложенности вот и в целом мне кажется стало гораздо проще что-то еще есть тут можно взять и вот эти вот переменные вообще перенести куда-нибудь вот сюда вообще вообще все мне кажется что функция стала гораздо проще не так не так что Продолжение следует...